Откуда мы пришли? Величайший вопрос, веками задаваемый людьми, долго не имел научно обоснованного ответа. И вот появились первые революционные находки, связанные с древними предками человека. Это рассказ о том, как долго и сложно люди искали свои истоки. Полтора столетия кропотливых и настойчивых поисков создали и отправили в невытие многие научные имена. И лишь некоторым счастливчикам случайные открытия позволили первыми проникнуть в сокрытый мир наших далеких предков. И вот, наконец, мельчайшие фрагменты прошлого сложились в целостную историческую картину. Охватывающие 300 тысяч поколений, сменившихся за 3 миллиона лет. Это история о том, как обезьяна превратилась в человека. От обезьяны к человеку. Первая часть. Изучение происхождения человечества основано на находках древних костей и на том, что они нам рассказывают. Первая глава этой истории началась здесь, спустя 40 тысяч лет после происходящих событий. у входа в одну из пещер были найдены останки вот этого человека. Август 1856 года. Пещера располагалась на территории современной Германии, в долине Неандр. Рабочие добывали здесь известняк, необходимый для местной химической промышленности. Сверху он был покрыт слоями грязи и камня. Людям платили всего несколько центов в день. И они вывозили эти поверхностные слои и выбрасывали. Но вдруг лопата наткнулась на то, что не было похоже на камень. По форме находка напоминала верхнюю часть черепа. Решив, что это жертва преступления, рабочие отправились к своему начальнику. Нашли что-то? Что это? Да, это интересно, сказал начальник. Но он много раз уже находил подобные кости и собирался разбить о камни и эти, так же, как и все предыдущие. Но что-то заставило его изменить свое решение. Он был знаком с учителем местной гимназии, который интересовался подобными вещами. И найденный череп был помилован. Тогда еще трудно было себе представить, что этот череп увидел дневной свет впервые за последние 40 тысяч лет. Вот Западная Европа за 400 веков до рождения Христа. Обладатель черепа пока живой и активный охотник. Вождь племени, отец своих детей и представитель одного из самых процветающих видов евразийского континента того времени. Это неандерталец. А 40 тысяч лет спустя учитель гимназии Йоганн Фульрот получил возможность впервые осмотреть этот череп. Геолог-любитель и одновременно бывший студент анатом, Фульрот тогда еще не догадывался, что это такое. Но как только он увидел этот череп, то сразу же инстинктивно почувствовал, что это нечто экстраординарное. Череп был окаменелый. Так что ему должно было быть не меньше тысячи лет. И это точно не был череп животного. Вместе с тем он не мог принадлежать и нормальному современному человеку. Профессор Лейсли Айлоу, директор Университетского колледжа Лондон. Этот череп довольно крупный. Он принадлежал неандертальцу. Обладавший этим черепом индивидуум, жил примерно 50 тысяч лет назад. И к тому времени у неандертальцев уже был достаточно развитый мозг. По величине равный, а в некоторых случаях даже и превосходящий мозг современного человека. Вы можете заметить, что череп вытянутый и укороченный. Такая форма получилась бы, если взять лицо современного человека и вытянуть вперед. Здесь также виден большой выступающий нос. Вы можете себе представить его размер. Так что неандертальцы внешне, видимо, отличались от современных людей. Останки неандертальцев, а их на землях от Европы до Ближнего Востока было найдено более трехсот, говорят об одном и том же. Невысокие, сильные физически, приспособленные к жизни в окружающем их мире. Рост 165 сантиметров, вес 70 килограммов, объем мозга — 1400 кубических сантиметров, жилище пещеры. А мир этот был суров. Европа в начале ледникового периода. Через несколько столетий эти земли покроются ледником толщиной почти в километр. В те времена климат стремительно менялся, и нам известно, что неандертальцы пережили одно из сильнейших похолоданий, — самый пик наступления ледников. Выжить в такой среде можно было только при помощи высокобелковой мясной пищи. Это означало, что им жизненно необходимо было быть хорошими охотниками. Изучение скелетов неандертальцев показало, что они были очень крепкие, очень сильные и имели мозг огромного размера. Каменные орудия, найденные рядом с останками неандертальцев, достаточно совершенные и хитроумные. От качества этих орудий зависела их жизнь. Если в решающий момент копье сломается, то охотник погибнет. Эти мужчины, неандертальцы, должны обеспечить питанием семейную группу примерно из десятка человек. Их поиски пищи длятся уже три дня. Они прошагали десятки километров, но не нашли никаких следов возможных жертв. И вот они увидели чей-то помет. Носовые полости неандертальцев необычайно сильно развиты для гоминидов. Это значит, что у них прекрасное боняние. И они узнают запах северного оленя. Растирая помет по коже, они могут определить, насколько далеко ушли олени и есть ли возможность догнать их. За последние месяцы им приходилось уходить все дальше. Численность северных оленей резко падает. И охотники не понимают, почему. Они еще не знают, что у них есть конкуренты, которые в будущем станут причиной их вымирания. Ученый и учитель Йоганн Фуллерот держат в руках череп представителей неизвестного до сели древнего вида. Где вы нашли это? Вон там. Там есть еще что-то? Мы нашли кость ноги. Покажите мне ее, пожалуйста. Пока трудно догадаться, кто это был. Нужны новые фрагменты, а их пока мало. А где все остальное? Выбросили? Выбросили? Если вы найдете что-нибудь еще, пожалуйста, не выбрасывайте, не выбрасывайте, отдайте мне. Хорошо. Я возьму себе эти два фрагмента. Ладно? Фуллерот передал кости более квалифицированным ученым. Но ни эти, ни последующие фрагменты из той же пещеры идентифицировать не удавалось. Возникали различные гипотезы от варваров, боровшихся с римскими легионерами, до потерявшегося русского казака. И даже думали, что это жертва неизвестной врожденной болезни. Но центральное место отводилось новой идеей. Сам Фуллерот предположил, что, возможно, это древний предок современного человека. Для большинства викторианцев именно эта мысль казалась самой абсурдной. И вот в 1859 году, спустя всего три года после находки, наступило прозрение. Чарльз Дарвин публикует свой фундаментальный труд «Происхождение видов». Он предполагает, что все живое произошло от более ранних и более простых форм путем эволюции. Причем это справедливо для всех существующих на Земле видов, включая человека. Доктор Джо Кейн, Университетский колледж, Лондон. В 1859 году Дарвин опубликовал «Происхождение видов», и многие сейчас думают, что эта книга привлекла к себе большое внимание. Но это не так. Обычным людям было все равно, произошли ли амфибии от рыб или нет. Главный вопрос, волновавший всех, звучал так. Откуда взялись мы сами? Именно в 50-х и 60-х годах 19-го века наука сказала, «Теперь у меня есть ответ, и этот мальчик сейчас покажет нам его». Если люди произошли от более простых форм, то отсюда научный метод немедленно приводит к следующему, взбудоражившему всех виду. Люди могли произойти только от обезьян. Это был жестокий удар по мировоззрению викторианцев. Многие поверили, что эволюция лишь чуть-чуть отодвинула их от животных. Дарвин избегал этого вопроса. Он знал, что у него начнутся неприятности. Он написал друзьям и сказал, «Я не собираюсь рассуждать об этом, здесь много проблем». Это дело следующего поколения, поколения 50-х и 60-х годов. Эти новые ученые знают, что они смогут сделать свою карьеру, ответив на вопрос, откуда появились люди. Для взбудораженной публики эволюция стала главной темой дискуссии того времени. Ведь без достаточных доказательств гипотеза остается лишь гипотезой. И вот, внимание ученых обратилось на предка, который может соединить нас с обезьянами. Этот предок является промежуточным звеном. И ученые готовы пойти хоть на край света, чтобы найти его. В конце 19 века научный мир был помешан на поисках отсутствующего переходного звена, соединяющего обезьяну и человека. И немецкий ученый Йоганн Фуллерот был уверен, что неандерталец и является таким промежуточным звеном. Когда останки неандертальцев впервые идентифицировали, это казалось столь многообещающим, казалось ответ найден, но при более внимательном изучении все сильно усложнилось. Ключевые фрагменты были слишком человеческими. Неандерталец был человеком с очень незначительным проявлением обезьянных признаков. Отправимся назад во времени. Неандертальцы отстоят от нас всего на три тысячи поколений. Они жили сорок тысяч лет назад. Чтобы действительно найти промежуточное звено, нужно продвинуться назад намного дальше и найти что-то более обезьяноподобное. Вопрос, насколько обезьяноподобное и насколько человеческое? Профессор Крис Стрингер Музей естественной истории Лондон Я думаю, что идея отсутствующего промежуточного звена есть следствие предельно упрощенного взгляда на эволюцию. И это неудивительно, так как тогда эта теория была еще молодой, и люди могли воспринимать ее только определенным образом. Вот люди, а вот обезьяны, а промежуточный вид должен обладать чертами тех и других. Еще не было реального понимания действия эволюции, так что искали действительно что-то похожее на современных обезьян и вместе с тем на современных людей. Но где же искать доказательства? В 80-х годах 19 века было ясно, что искать надо там, где обезьяны и первые люди жили рядом друг с другом. Так что поиски переместились из Европы в Юго-Восточную Азию и в голландскую колонию на остров Суматра, где живут и люди и обезьяны. Октябрь 1889 года. Сезон дождей начался. И никто без особой необходимости не станет теперь пробираться через непроходимые джунгли. Два года назад Эжен Дюбуа начал вполне успешную карьеру врача в Амстердаме. Но мечта понять происхождение человека позвала его в путь на поиски промежуточного звена. Оставив свою карьеру и цивилизованный дом в Европе, он погрузился в этот кошмар. Все свои средства он вложил в поиски промежуточного звена. Но Дюбуа был самым непригодным для экспедиционной работы человеком, так как абсолютно не имел подобного опыта. Он не знал, как обучить свою команду, как позаботиться о ней. Он нашел пещеры, которые, как он надеялся, могут скрывать то, что он ищет. Но там ничего не было. Его инженер прекратил раскопки и почти все рабочие либо ушли, либо заболели. В довершение ко всем бедам и у самого Дюбуа началась малярия. Эта болезнь уже унесла жизнь его первого инженера. Так что его терпение практически кончилось. Что ты делаешь? Убираю. Тебе платят за твои находки. А что ты нашел? Массу всего. Вон там. Инженер только что потерял своего друга. Кроме того, ему не заплатили за месяц работы. Но все это было безразлично Дюбуа. Бедный Ажен. Он отчаянно надеялся хоть что-нибудь найти. Безумно хотел прославить свое имя, не имея абсолютно ничего. Спустя месяцы жизни в джунглях, чтобы оправдать потраченные деньги и время, Дюбуа мог предъявить миру лишь несколько костей животных. Это все? Это все? Да, сэр. Но этого мало. У Дюбуа было много попыток и много было вложено сил. Кто-то не столь одержимый давно бы все бросил и уехал домой. Здесь нет ничего интересного. Нужно еще поискать. Вот вы и ищите. Я прошу прощения. Существует много людей, готовых отдать свою правую руку за эту работу. Найдите хоть одного. Что? Слышали? Найдите хоть одного. Дюбуа понял, что все его попытки найти недостающее промежуточное звено провалились, и он уволил своего инженера. Худан! Худан! Они покинули Суматру и уехали, хотя Дюбуа и не представлял себе, где еще кроме Восточной Индии можно что-нибудь найти. Прошло два года, и Дюбуа вновь отправился на поиски. На этот раз на остров Ява. И, наконец, удача улыбнулась ему. Он полностью оправился после малярии и нашел нечто, заслуживающее внимания. Это были окаменевшие зубы, которые, как ему казалось, выглядели очень древними и, похоже, были на обезьянье. Теперь он производил раскопки на новом месте и с большей командой под патронажем голландской армии. Помощники часто приносили ему находки, которые, по их мнению, могли его заинтересовать. Но этот октябрьский день 1891 года Дюбуа никогда не забудет. Никак, сиди. Слушал. Вот. Эта находка представляла собой окаменелый череп. Так же, как и в случае с неандертальцем 40 лет назад, это была лишь верхняя часть черепа. И она позволила ученому дать волю своей фантазии. В окрестных лесах водилось много различных обезьян. Но он знал, что этот череп не принадлежал ни одной из них. Он слишком изящный. Полость для мозга очень большая, но это, очевидно, не человеческий череп. Так может быть, это и был наш древний предок? который ближе к обезьянам, чем к людям. Единственное, что он мог сделать, это мысленно сравнить его с черепом неандертальца. Первые найденные останки неандертальцев имели возраст 40 тысяч лет. Дебуани знал, что его находка примерно в 20 раз старше, и ей где-то от 500 тысяч до 1 миллиона лет. И это существо было более примитивным, чем неандерталец. Но было ли оно промежуточным звеном? Ключевым параметром Дебуа считал размер мозга. У него была точная математическая модель для идентификации мозга промежуточной формы. Мозг этого существа должен был иметь объем, равный половине объема человеческого мозга и двум объемом мозга шимпанзе. Но когда он измерил параметры найденного им черепа, то понял, что его размер неправильный. Он был больше, чем нужно, то есть слишком велик для того обезьяноподобного существа, которое он искал. И вот появилась новая находка, которая лишь усилила замешательство Дебуа. Полностью окаменевшая кость ноги. Ее форма говорила о том, что это существо передвигалось вертикально, на двух ногах, как человек. Дебуа не мог изменить размеры своих находок, поэтому он поменял модель. Он решил, что промежуточной форме должен был соответствовать почти такой же большой мозг, как у человека. Дебуа был настолько уверен в своем успехе, что написал в управлении голландской колонии, что нашел отсутствующее промежуточное звено. Он назвал его пятикантропус эректус, или прямоходящий обезьяноподобный человек. Ах, если бы он мог его увидеть. это был один из самых успешных видов гоминидов, когда-либо живших на земле. Это Африка, 800 тысяч лет назад, находящаяся на расстоянии в 16 тысяч километров от того места, где Дебуа сделала свое открытие. Тем не менее, это тот же самый вид, который сегодня называют хомоэректус, человек прямоходящий. Благодаря удачному сочетанию своих физических и умственных способностей, эти люди смогли заселить Африку, Азию и другие земли. Имея рост около 180 сантиметров, их тело было похоже на наше. А мозг составлял по объему примерно две третих от нашего мозга. Хомоэректус был уже почти настоящим человеком. И одной из главных причин этого стала его диета. Потому что впервые за все время эволюции гоминиды получили доступ к высокобелковой мясной пище. Тем не менее, до сих пор нет доказательств того, что хомоэректус был настоящим охотником. Возможно, что эта антилопа была убита леопардом. А копья использовались в основном для того, чтобы прогнать хищника. Предполагают также, что и организм этого предка претерпел ряд радикальных изменений. Впервые за время эволюции исчез волосяной покров. Возможно, благодаря развитию хомоэректус сложных потовых желез. Это, в свою очередь, избавило его от пыхтения при жаркой погоде. Далее шло формирование человеческой речи. Но именно найденные каменные орудия показывают, насколько искусным был хомоэректус. Мы нашли предмет, названный ручным топориком, который служил во времена палеолита, чем-то вроде армейского ножа. Это многоцелевое орудие. Оно тщательно обработано. Имеет две рабочих стороны и эректус пользовался им примерно полтора миллиона лет назад. Так что это был большой технологический прорыв. Эти люди входят в более крупную группу зачаток племени. Но они держатся вместе как тесно связанная семья. И есть доказательства того, что они уже научились заботиться друг о друге в случае болезни или травмы. Кость ноги найденные дебуа на яви имела необычный шрам, явный след повреждения, которое было залечено. Это невероятно. Похоже, что нога сломалась, а потом ее вылечили. Кто бы ни был хозяин этой ноги, он не только получил серьезную травму, но смог при жизни восстановиться после травмы, что существенно. Потому что если вы сломаете ногу, находясь в одиночестве вне цивилизации, то скорее всего умрете. У вас нет другого шанса выжить, кроме как положиться на помощь вашей семьи и вашего сообщества. В семье всегда безопасней. Но и сама семья может находиться в опасности. Леопарды использовали те же самые каменные убежища. при наступлении темноты с копьями или без люди становились уязвимыми. Загнать хищника в человеческое укрытие могла и гроза, принесенная ветром в жаркий день. Но такая гроза скоро принесет и кое-что еще. Новое оружие, которое сдвинет баланс сил между нашими предками и их конкурентами. Одно из самых важных условий для эволюции человека это подарок природы. Любое животное на земле встретившись с огнем всегда убегало прочь. До сих пор. Хомо эректус находится на перекрестке эволюционных троп. Если он поступит необычным образом, преодолеет свой инстинктивный страх, то обладеет новой силой. Ему нужно сделать усилие и дотянуться до огня. Когда люди приручили огонь, это стало огромным рывком вперед. Это должно было быть замечательным событием для людей встретиться с огнем и научиться управлять им, вместо того, чтобы убегать прочь, что было природным инстинктом. И когда они однажды случайно смогли поймать огонь и овладеть им, это стало огромным достижением. вклад огня в эволюцию человека чрезвычайно велик. Благодаря огню Хомоэректус получил тепло, свет и защиту, необходимые для путешествий, что позволило ему заселить весь мир от Африки до Азии и за их пределами. Вот почему Эжен Дебуа обнаружил знаменитые окаменелости на Яве. Однако эти почти люди сильно отличались от того образа обезьяноподобного человека, который создал Дебуа. Он считал, что нашел нечто среднее между обезьяной и человеком, то есть промежуточное звено. Ява, 1892 год. Можно взглянуть? Теперь ему оставалось убедить в этом весь остальной мир. Выглядит немного странно, а это было нелегко. Думаю, что он был уверен в том, что когда он объявит о своем открытии, то все ученые будут восхищены, потому что они так давно этого ждали. Но все оказалось совсем не так, потому что когда Дебуа пытался опубликовать свой материал и показывал его людям, по их мнению это было слишком похоже на обезьяну, чтобы быть промежуточным звеном. Амстердам, 1895 год. Дебуа до конца был убежден, что его находки соответствуют промежуточной форме, но научный мир был с этим не согласен и отверг его притязания. Поскольку он сам непосредственно не участвовал в раскопках, то не мог даже доказать, что оба фрагмента принадлежали одному и тому же существу. Вердикт большинства экспертов был таков. Нога человеческая, а череп остался от обезьяны неизвестного вида. Он покинул колонии и вернулся домой, но никто не обратил никакого внимания на его результаты. Никто не заинтересовался его окаменелостями, и это, наверное, разрывало ему сердце. Он запечатал все свои находки, говоря, если вы не обращаете внимания на меня, то не получите и моего материала. И эта обида была одной из самых крупных в истории науки. Если вы не верите мне, то не увидите того, что у меня есть. Конечно, впоследствии научный мир признал значимость находок Дебуа, но это случилось гораздо позже. А пока поиски промежуточного звена продолжаются. В начале 20 века раскопки переместились из Азии снова в Европу, потому что в Британии было сделано открытие, поразившее весь мир и вызвавшее один из крупнейших скандалов в истории науки. Артур, посмотри, посмотри, зубы. неожиданно возник новый претендент на вакантную роль промежуточного звена. Это он? Фактически это было ровно то, что нужно. Доктор Ватсон, а что вы думаете? Но как часто затем скрываются подлоги. Королевское географическое общество. Декабрь 1912 года, Лондон. Новые окаменелости, претендующие на роль промежуточного звена, готовы предстать перед ученой публикой. На этот раз эксперты практически убеждены в том, что это идеальный обезьяно-человек и к тому же британский. Между Германией и Британией тогда шла острая конкурентная борьба, приведшая к Первой мировой войне. Это проявлялось как в националистическом плане, так и в художественной и научной областях. И тот факт, что Британия не желала иметь ничего общего с неандертальскими находками, в большой степени повлиял на быстрое признание пилдаунского человека. Среди именитых гостей Королевского географического общества царит нетерпеливое оживление. Чарльз Доусон готовится стать самым известным охотником за окаменелостями во всей Британской империи. Господа, позвольте представить вам пилдаунского человека. Восстановленный череп обладал точной комбинацией признаков, которые все хотели бы видеть у промежуточной формы. В те времена считали, что признаком человека, признаком человеческого существа является размер мозга. По той концепции промежуточная форма должна была совмещать большую мозг с некоторыми признаками обезьян. И, конечно, именно таков и был пилдаунский человек. Итак, является ли пилдаунский человек просто новым представителем неандертальской линии? Я думаю, что нет. Почему? Вот его челюсть. Пилдаунский человек обладал именно такой комбинацией признаков, которые хотели бы видеть эксперты. Мозг современной формы, хотя и достаточно примитивный, тогда как челюсть и зубы больше похожи на обезьяньи. И такая странная комбинация была именно тем, что предсказывали британские эксперты. Мозг развился на ранней стадии эволюции, а зубы и челюсть значительно позже. И пилдаунский человек был именно таким и к тому же британцем. Первый фрагмент пилдаунского человека появился на свет тремя годами раньше, совершенно случайно. Дорожные рабочие нашли нечто, что они приняли за кокосовый орех и разбили его. Это и был череп пилдаунского человека. Чарльз Доусон, непрофессиональный охотник за окаменелостями, горел желанием найти что-нибудь потрясающее. Он часто бродил в этих местах, надеясь на свою удачу. Что-нибудь новое? И, наконец, его терпение было вознаграждено. Вот это. Когда он рассмотрел первый фрагмент, то вдруг осознал, что это часть черепа. А где все остальное? И там могло быть что-то еще. Наверное, вон там? Вы попробуйте отыскать это для меня? Попробуем. Согласны? Хорошо. Отлично. Доусон понял, что, ему повезло. Но, чтобы извлечь максимальную пользу из своей находки, ему было необходимо привлечь профессиональных экспертов. Годом позже сэр Артур Смит Вудвард из Британского музея уговорил его объединиться в поисках новых доказательств. Череп напоминал человеческий, но исследователям хотелось найти подтверждение того, что его обладатель был древним и достаточно примитивным. Найти что-нибудь обезьяноподобное. Что у нас тут? И вскоре они нашли желаемое. Это определенно не камень. Артур, посмотри, посмотри. Зубы. Что? У нас есть зубы. Теперь доказательства казались неопровержимыми, и при поддержке Смита Вудварда Доусон почувствовал себе решимость обнародовать сенсацию. Мое предположение состоит в том, что человек, которого я назвал антропус Доусоний или Доусоновский человек, является промежуточным звеном, которое мы так давно искали. Спасибо. Для британского научного сообщества это было как раз то, чего все так долго ждали. Это было идеальное промежуточное звено. Британский обезьяна-человек с большим мозгом. Эти окаменелости очень подходили для отсутствующего звена. Частично человеческие, частично обезьяни. Абсолютно то, что нужно. Если вы ищете предка, то вы его нашли. Но знаете что? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И поскольку все, все чего-то искали, все хотели найти такого британца, никто не стал копать глубже. джентльмены, пожалуйста, собирайтесь вокруг. Казалось, что промежуточное звено найдено. Но в то время, пока Доусон нежился в лучах славы, его слушатели не подозревали, что стали участниками величайшего обмана в истории науки. И чтобы раскрыть этот обман, потребуется десятилетие. Продолжение следует... Продолжение следует...